Итак, двигаемся дальше. Напоминаю, что мы три недели назад остановились на весьма интригующем месте. Да? Кто помнит? Кто не помнит? Ну, помню, было интригующее. Что-то было безумное интригующее. Правильно, правильно. Инквизиция. Тепло-тепло. Мы говорили о последнем великом мастере венецианской живописи 16 века. Я подчеркиваю, 16 века, потому что потом будут еще в Венеции великие мастера, но уже в другие века. Это Павло Веронезе. Точнее, его настоящее имя Павло Кальяри. Но он веронец, прибыл в Венецию из Вероны, уже квалифицированным художником. Отсюда его прозвище Веронезе. Он получил в Венеции полное признание. И наряду с крупнейшими венецианскими мастерами он получал, как мы сейчас увидим, грандиозные заказы. Он был признан, славен, благополучен и велик, скажем так. Я для интриги в прошлый раз рассказывал о самом знаменитом эпизоде из его биографии. Биография была достаточно благополучной, и там трудно отыскать какие-то приключения, которые бы запрекли публику. Аккодов мало. Но один есть такой, которому не минует ни один историк искусства. Это история с приглашением Веронезе в Венецианскую инквизицию. По поводу одной его картины, которую он написал по заказу монахов для монастырской трапезы. Трапезы, то есть место, где монахи кушают пищу, грубо говоря. Нам хорошо известно, что это традиция, восходящая к очень давним временам. Поскольку Тайная вечеря – это тот эпизод, где Христос ужинал с учениками, то традиция требовала, чтобы в трапезные монастыря была написана Тайная вечеря. И таких Тайных вечерей мы с вами уже видели много. Тайную вечерю Кастанья, Тайную вечерю Леонардо, Тайную вечерю Герландаю. Они все написаны в трапезе монастырях. И вот еще один Венецианский монастырь хочет иметь роспись и заказывает ее, картину вернее, известному мастеру, знаменитому Горгозу, слава его уже не знает сомнений, вот этому Веронцу Павлу Калину. И он пишет гигантскую картину, а когда она оказывается готова, сделана, то объясняется, что монахи недовольны и нажаловались в инквизицию. Я уже в прошлый раз говорил о том, что это... Извините, пожалуйста, вот тут за дверью масса стульев в шкафу. Так вот, инквизиция во второй половине шестнадцатого века это чрезвычайно серьезная вещь для любого человека, в том числе и в инквизиции. Поскольку шестнадцатый век, мы еще к этому не раз будем возвращаться, я просто напоминаю, шестнадцатый век, это середина шестнадцатого века, это время агрессивного контрнаступления католической церкви, католической идеологии, католицизма, короче говоря, против сотрясающей Европы реформации. Это период, когда от католического мира, охватывавшего всю Западную Европу, ну, кроме Востока, где византийское православие, вот от этого католического мира начинают отваливаться огромные куски. В Англии возникает англиканская церковь, в Германии разрастается протестантская ересь, ну, которая ересь до тех пор, пока она побеждена. Но если она выигрывает, это другая церковь. И начиная с Лютера и его союзников и единомышленников, это разрастается, захватывая Швейцарию, Францию, где на протяжении всего второй половины столетия идут религиозные войны между католиками и французскими протестантами, которые называются гугенотами, но от этого суть дела не меняется. Это тоже протестанты. На севере это Нидерланды, Бельгия и Голландия, где протестантизм швейцарского тонко свирепствует. Короче говоря, дело чрезвычайно серьезное. Закачались самые основы вековой католической вообще веры. И естественно, что пакский рим не мог оставаться безразличным к этим событиям. Там в шкафу есть стулья. Так вот, естественно, что пакский рим схватывается, хотя поздно, надо было раньше. Поначалу Лютера уговаривали, пытались с ним договориться, но это не удалось. Вот, и папы созывают так называемый Триденский собор. Я его упоминал в прошлый раз. Этот собор длился, ну, с перерывами длился несколько лет. Какой год был? Закончился в 56-м. В 1500-м. В 1500-м, да. В 1556-м году. Как раз этот год нас интересует больше всего, потому что как раз на последнем заседании собора, после всего, было принято специальное постановление о священных изображениях. Как мы бы сегодня сказали, постановление ЦК по живописи. Правда, там есть тонкости, которые чрезвычайно любопытны вообще в историческом и догматическом плане, потому что там говорится одновременно и о изображениях в церквах, и о реликвиях. То есть о костях, ушах, других останках святых, которые обладали чудотворным действием, которым совершалось паломничество и так далее до бесконечности. Но это особая тема, на которую я сейчас не могу отвлекаться, мы как-нибудь об этом поговорим. Почему изображения, статуи, картины объединялись в одно целое именно с реликвиями. И в чем, собственно, это родство могло состоять. Это чрезвычайно интересный, интригующий сюжет, но это сюжет отдельный. А не принять постановление по изображениям было невозможно, потому что изображения в церквах были как раз одним из центральных пунктов спора между протестантами и католиками. Протестанты утверждали, и это уже не первый раз в истории, что статуи и картины, которые находятся в церквах и монастырях, это идолы наподобие языческих идолов. И католическая церковь велит им поклоняться точно так же, как проклятые язычники поклонялись Зевсу, или Юноне, или Афродитеник, но очень будет сказано, и так далее. И, собственно, вот в Германии первый погром в церквах был уже в 1521 году, прямо в Миттенберге, в центре, в сердце реформации, там, где Лютер проповедовал, там, где Лютер прибил свои знаменитые тезисы к дверям церкви, вот там был первый настоящий погром и уничтожение идолов с точки зрения протестантин. Но это было именно против икон, это не было как в Талибан, против всех загружений абстрактных? Нет, это было в церквах и в монастыре. Это было в протестантин. Да. Это тоже чрезвычайно любопытно. Секулярные победы не... Секулярные к этому времени уже не были предметом этих иконоборческих эксцессов. Это тоже результат ренессансной революции. Строго коголова. Если бы не было ренессанса, то вот эта светская часть живописи, она бы просто не существовала. Ее бы не было, потому что глубокое средневековье другой живописи не знало. То, что делалось, делалось для церквей и монастырей. А не для украшения вашего домашнего интерьера или общественного интерьера. Ну, в позднем средневековье можно встретить, скажем, украшение ратуши, где тоже поучительные религиозные сюжеты инструктировали как бы отцов города, как надо себя вести, как надо управление. Но так или иначе, просто другой живописи и другой скульптуры не существовало. Любопытно то, что мусульмане делали то же самое, когда они захватывали, например, немусульманские страны, первым делом они уничтожали божества, которые уничтали идолопоклонничеством. В то же самое, в те же годы. Совершенно справедливо. В те же годы и раньше. А в чем дело? Нет, просто разные части мира, и то же самое происходило. Из одного корня? Да. Дело в том, что они хотя и разные, но это ветви одного единого дерева, которое начинается с ветхозаветных времен, с библейских времен. Мы это знаем. Кажется, стало тепло. Или еще нет? Да, стало тепло. Я прикрою. Мы знаем эту историю так, как она сложилась потом. Мы смотрим из будущего. И поэтому мы, когда читаем Библию, то мы узнаем, что Моисей, когда он вел еврейский народ из Египта по пустыне, он по призыву Бога поднимается на гору Синань, от него получает совет. Центральное ядро этого завета – это десять заповедей, которые он записывает на каменных скрижах. И там так называемая вторая заповедь звучит так. «Не сотвори себе кумира, не изображай тварь летающую, тварь бегающую, тварь ползающую, тварь плавающую, то, что выше нас, то, что на земле и то, что ниже земли. Не делай изваяния и не поклоняйся им. До этой заповеди есть только одна заповедь, причем эта заповедь первая, собственно, со второй сливается настолько, что в некоторых вариантах христианства заповедь считается вся цепиником первой. В частности, в Ковениксбе и у Лютера тоже. А именно первое – «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим», точка. И после этого «Не сотвори себе кумира, не изображай». Логика этой заповеди для анализа чрезвычайно любопытна. Потому что утверждение, что Бог один, и что перед его лицом не должно быть других богов, и сразу же «Не сотвори себе кумира», создает впечатление, что этот кумир есть конкурент Бога. То есть, иначе говоря, могут быть две трактовки. Одна трактовка, они имеют, конечно, обширнейшую литературу, одна трактовка сводится к тому, что Бог невидим, не осязарен, не антропоморфен, то есть он не по образу человека создан, его нельзя видеть, он не дан человеческим чувствам, и поэтому его нельзя изображать. А второй ход, который подтверждается затем многочисленными еще пассажами в Библии, второй ход таков, что эти самые кумиры, то есть изображения богов, что они конкуренты Бога. Вместо того, чтобы поклоняться Ему, поклоняются даже не богам, а изваяниям. И вот, дальше развертывается чрезвычайно интересная перспектива. Современная библеистика вообще предполагает, что эта заповедь сравнительно поздняя. Получал ли ее Моисей на Синайской горе, неизвестно. Возможно, что она возникла и была сформулирована в том виде, в каком мы ее получили уже оттуда, из глубины, что она была сформулирована не далее, как в конце VII века при царе Еосии, который устроил, по определенным причинам, о которых я сейчас скажу, устроил огромный погром, вот такой иконоборческий погром многочисленных избояний, идолов, истуканов, которым евреи похлонялись и приносили жертвы на высотах, на высоких местах в Палестинске. Систематически. Каждый раз. И с этими каждый раз приходилось бороться. Но, во всяком случае, решающая революция была в этом смысле, насколько это сейчас ее представляет библистика, эта решающая революция произошла вот в конце VII века при России. И тогда же, очень интересное совпадение, и тогда же в храме, в Иерусалимском храме, была чудесным образом найдена некая рукопись, совершенно очевидно посланная свыше. Нашли ее жрецы и представили царю. Это тот текст, который мы знаем, который вошел в канонический текст Библии, это второзакон. Так называемый. Я вижу по лицам присутствующих, что мало кто штудировал Ветхий Завет так внимательно, что нужно понимать, где там второзаконие, а где книга Исход. Вот. Книга второзакония сравнительно, или дейтерономия, она сравнительно поздняя. И вот там рассказано о находке в храме, там рассказано о том, как Иосия выбросил все эти статуи в Кедрон, и жрецов заодно побросал тоже, все это пожег. Вот. И учредил как бы новое единоборие. Поэтому можно предположить, что на протяжении столетий идолопоклонство и единобожие, и монотеизм вообще конкурировали друг с другом. Это прорывается в самых элементарных и самых популярных библейских рассказах. Скажем, пока Моисей был на Синайской горе, а народ его заждался, они обратились к его брату Арону и сказали, дай нам Бога, которого мы видели. Это вот такая вот человеческая потребность поклоняться Богу, которого можно увидеть, конечно, нечто связаемое. И как вы помните, Арон соорудил золотого телца, вокруг которого они ему поклонялись, танцевали и безобразничали. С точки зрения повествователя Библии, конечно. Когда Моисей воздвигает медного змея, это тоже пережито, конечно, языческого поклонения, образу некого змеиного божества. Ну и там этого до бесконечности. Поэтому, когда мы читаем книги пророков, а книги пророков древнее, многие древнее второзаконных, то там пророки не устают обличать идолопоклонство этого жестоковыйного народа. Это один из центральных грехов. Теперь смотрите, что получается. Я мог бы еще, конечно, кое-что рассказать на тему, собственно, Ветхого Завета, но это не наш сюжет. А когда возникает христианство, то христианство возникает на базе Ветхозаветного преда. Начальное христианство, вообще, это ветвь иудейской религии. И когда христианство начинает себя отделять, сохраняя в то же время преемственную связь и куповину, необычайно интенсивно сохраняя, возникает вопрос об изображениях. И если вы почитаете авторов, которые, собственно, создавали и лепили христианскую доктрину, начинается все, письменное наследие начинается с Евангелия. Известно сегодня, об этом никто уже не спорит, это принадлежит к азбучным истинам, что первые десятилетия после смерти Христа христианство распространялось устно. Разносчиками христианства были проповедники, бродячие проповедники, которые ходили из одного места в другое и рассказывали легенды о Христе. Это все было устное предание. Запись началась лет через пятьдесят, примерно, после смерти Христа. Если хронология верна, которая мы располагаем. Эта запись выразилась в так называемых Евангелиях. Мы их знаем сегодня канонических, четыре Евангелия, от Марка, от Луки, от Иоанна и от Матфея. Но на самом деле, естественно, этих Евангелий было гораздо больше. Поскольку церковь потом, задним числом, признала эти четыре Евангелия правильными, каноническими, другие были объявлены апокрифическими. Они неофициальны. И отношение к ним церкви было, надо сказать, разное. Некоторые, ну как бы это сказать, всосались. Скажем, есть Евангелие детства. Ведь в канонических Евангелиях ничего про детство Христа нет. Есть младенчество, бегство в Египет, и потом перед нами появляется уже в одном Евангелии двенадцатилетний Христос, а в другом прямо уже тридцатилетний. А посередине что было? И вот возникает Евангелие детства, которое повествует о детских годах Христа, о его чудесах, естественно, потому что иначе его божественная сущность не могла бы проявиться и так далее. Не очень ясно по официальным Евангелиям, скажем, происхождению Богородицы. А между тем культ Марии нарастал постепенно, и поэтому возникает так называемое прото-евангелие Иакова, тоже раннее, которое нам рассказывает про Марию. Надо сказать, что церковь от этих Евангелий не отказывалась, и художники часто писали циклы, целые картинки, скажем, про историю Марии, детства Марии. Мы их недавно видели, вот я показывал Тициана введение Богородицы во храм, или, скажем, Тиндорета, введение... Это все из прото-евангелия Иакова. В официальных Евангелиях ни слова об этом ничего. Ну вот, но кроме этих сочинений, которые излагали жизнь и учение Христа и близких к нему лиц, кроме этого возникала первая теоретическая богословская христианская литература. Христианское учение, христианскую доктрину надо было довести до универсального уровня, объяснить все обо всем с этой точки зрения. Во-первых. А во-вторых, надо было сражаться с критикой христианства, которая раздавалась со стороны образованных и необразованных язычников. Особенно образованных. Потому что изысканные античные мыслители, интеллектуалы, которые были воспитаны на тысячелетние античные традиции, они все это считали дикостью и абсурдом. Как можно поклоняться вообще распитому человеку? Как можно верить, что убитый воскрес? Не говоря о том, что он был сыном Бога, что он был зачат невинным образом. Все это для них, рационально мыслящих, выглядело совершенно абсурдным. Дикари какие-то. И поэтому мы знаем, сохранился достаточно обширный материал, этого наверняка было больше, критики христианства и христианских идей. И вот эти ранние христианские интеллектуалы, они защищали христианство, обличали язычество и разрабатывали вообще основы христианского бюроучения в широком смысле слова. Это так называемые апологеты, апологеты, потому что они защищали христианство и обличали язычник, отцы церкви и учителя церкви. Так вот, если мы откроем сочинение апологетов и отцов церкви, начиная со второй половины, ну вскоре после Евангелия, второй половины второго века, в третьем веке, тогда еще это были очень интеллигентные люди, между прочим, получившие сначала очень хорошее античное образование. Многие из них, на всяком случае. Вот. То они не могли не коснуться проблемы изображения. Категорически против. Все раннехристианские писатели, все раннехристианские авторы ненавидят изображение. Некоторые из них настолько страстно их ненавидят, что вообще, утверждается, любой художник, который взял в руки кисть или резец, уже потенциальный преступник, уже потенциальный язычник. Так пишет один из крупнейших авторов Тертулиан, например. Очень авторитетная фигура. Это не дай бог просто. Я мог бы привести вот такие вот цитаты, где говорится о том, почему и как нельзя, и как это плохо. Каждый червь, пишет другой автор, Климент Александрийский, тоже очень крупная фигура в этом сообществе, каждый червь слепой под землей обладает большей жизнью, чем все эти идолы, созданные руками художников. Этот аргумент взят еще из Библии. Потому что там все время говорится, что им нельзя поклоняться, они же не живы. Они же ходить не могут, говорить не могут, их носят, а вы думаете, что это бог. Ну, словом, запрет и отказ от изображений это не только ветхозаветная традиция, но это традиция, которая органически перетекает в раннее христианство. С одной стороны. А с другой стороны, если мы делаем еще шаг вперед, несколько позже, то в седьмом веке, когда христиане уже поклоняются иконам вовсю, по причинам, о которых я дальше скажу несколько слов, вот, в седьмом веке, ну, что, к черту подробности, как говорится, некто Магомед пишет, сочиняет Коран, священную книгу мусульман. Магомед считает себя вообще наследником библии и библейской мудрости. Магомед, как ни странно это сегодня звучит, Магомед признает даже Христа великий пророк. Моисеев. А Моисеев вообще вообще не говорим, потому что вся священная история, изложенная в Ветхом Завете, это, так сказать, традиции, с которой вырастает исламское учение просто. То есть, Моисеев там просто пишется Муса, а Соломон пишется Сулейман. Но от этого же суть дела не меняется, а Йосиф там Юсуф и так далее. Но если вы откроете Коран, то вы увидите, что Магомед просто переписывал большими кусками, сокращенно излагал своими словами то, что сказано в Ветхом Завете. Естественно, что он унаследовал один из центральных тезисов всей Ветхозаветной традиции, это тезис о неизображении, неизобразимости, непостижимости Бога. Правда, в отличие от Библии, где это сказано прямым текстом, в Коране прямого запрета нет. Он не цитирует Моисеев запрет. Там нет этого. Но там есть в нескольких сурах, есть, так сказать, побочные упоминания, которые образуют как бы леса этой традиции. Он критикует художника. Если художник изобразит человека, то Аллах там с него очень сурово спросит, как он посмел, потому что создавать человека это прерогатива Бога. Это покушение на божественную функцию творить образ. И это фигурирует как возможность наказания, как наказуемое деяние в нескольких местах Корана. А сама практика ислама базируется на запрещении изображений, хотя в различных ветвях и сектах ислама этот запрет соблюдался более жестко или менее жестко. Но это уже дело истории. А если мы говорим о принципах, то вот из этого же корня вырастает это запрещение. Несколько слов о том, какова дальнейшая судьба спора. Ну, во-первых, надо сказать, что интеллигентская, я бы сказал, интеллектуальная, теоретическая борьба с изображениями, которую вели отцы церкви, апологеты, она была не очень понятна для простого народа. А вот этим низам, которые примыкали, входили в христианство и принимали христианство, им нужно было что-то по щупоте увидеть. Поэтому мы видим, глядя вот в историю первых веков христианства, мы видим чрезвычайно интересную вещь. В то время, как отцы обличают, внизу рисуют. Рисуют, подлецей, рисуют в катакомбах, рисуют даже в церквах, в местах собраний, это еще не церковь, даже в полном смысле слова, но в местах христианских собраний обнаруживается вдруг изображение некоторых определенных сюжетов. Они есть на ранних христианских саркофагах. Вот христианин, богатый уже естественно, заказывает мраморный саркофаг, и на этом мраморном саркофаге он изображает, скажем, тайную вечерю, встречи Христа с учениками, Христос с Переспелатом, вырубленные в мраморе, вот этих саркофагов сохранилось достаточное количество, чтобы видеть, какая это была эпидемия. Более того, что вовсе забавно, иногда они включали туда античные мотивы, языческие. Они привыкли к этому. И можно встретить некоторые очень забавные памятники по углам христианская символика, а в центре Венера смотрят в зеркало. И это все в целом мраморный саркофаг. Не так давно сравнительно был под Римом найден клад с посудой богатого христианского дома. Там тоже христианская символика, скажем, на тарелках вычеканена. Христианская символика в центре и языческие сюжеты по бокам. Вопрос это все-таки вы уверены, что это кость изображения бросалась бедным, а не богатым грекам и римлянам, которые приходили в христианство? В своем сибористе они уже привыкли иметь это изображение? И то и другое. И как бы поскольку их надо было привлечь, в отличие... не только в этом дело, что надо было привлечь, а просто раннее христианство на обыденном уровне испытывало необычайное давление этой античной традиции, с одной стороны. А с другой стороны, испытывало потребность видеть, мы имеем документальные свидетельства об этом, существуют легенды просто о том, как христианка хочет обратиться, вот женщина хочет обратиться в христианство и говорит, ну как я могу в него поверить, если я его не вижу? Я должна его увидеть. И эта потребность настолько остра, что церковь, как это бывало не раз в ее истории в дальнейшем, пошла на компромисс. Ну вот удивительно, что мусульман это не произошло. Насколько я понимаю, никакая ветвь по сей день нигде не изображает Бога, никаких монастырях, тех самых Бога не изображает, совершенно верно, да. То есть там необходимость была подавлена изначально или никогда не возникла? Там она была отчасти подавлена, а изобразительное искусство, которое возникло все-таки в исламе, оно есть. Не думайте, что его нет, в исламском мире есть изображение. И достаточно были начисленные и разнообразные, но они не изображают Бога и божественные сюжеты. Они уходят в светскую сторону, в декоративную сторону. А божественные проблемы изображаются, символизируются, вернее, только условия. Скажем, сами принципы орнамента, сами принципы построения пространства мечети и так далее, они имеют символическое значение. Да, инфинитивно. Хотя бы это, да. И там есть еще некоторые. Ислам, наверное, все же победил иначе, правильно? А? Ислам, видимо, победил в большей степени силой. Ислам победил позднее, причем, нет, в исламе тоже было разное. Дело в том, что ислам поначалу был достаточно веротерпим и либерален. И поэтому в мечетях не было изображений, там все делалось условно, но в то же время на завоеванных арабами территориях процветало христианство и иудаизм. И никто их не трогал. Но все было в порядке. А в иудаизме появились изображения? В иудаизме с иудеями тоже очень сложно, потому что не только раннее христианство, но и позднее иудаизм испытывал давление античной культуры и по временам сдавался. Так что история изображений в древности в иудаизме чрезвычайно такая волнообразная. То значит идет волна иконоборческая против, то наступает либеральное время и тогда изображаем. Ну, мало сказать изображаем. Раскопки 20 века в Палестине представляют нам целую мозаику памятников, где в синагогах есть изображение не только ветхозаветное, но даже языческие Аполло, это самое, фемополонная колесница, мозаика знаменитая в одной из израильских раскопанных недавно в синагогах, ну, недавно. Началось все с 20-х годов, когда была раскопана, был раскопан совершенно замечательный комплекс, который вообще как прожектором высветил неожиданные вещи. Это комплекс в провинциальном пограничном вообще мелком городке, который называется Дураевропос. Дураевропос, ну, не обязательно же это созвучие с русским словом. Дураевропос это был пограничный форпост Римской империи, во время которое я описывал, 3-й век нашей эры. Вот, и это были не лучшие времена для Римской империи, уже 3-й век. На границах ее, за границами ее собирались достаточно грозные силы, которые в конце концов ее расшлинили и уничтожили, в том числе силы, идущие из Азии. И римские гарнизоны, которые стояли вот по краям азиатские, они должны были укрепляться. И вот происходит в Дуро-Эвропост такая интересная история. Дуро-Эвропост была ограничена оборонительными стенами. Дальше идет улица, ну то есть проезжая и прохожая часть, и сразу же за нею стояла синагога, а в другом месте христианский молитвенный дом. Но так как враг силен, то гарнизону было приказано укрепить стены. И они сделали, я бы это нарисовал просто в разрезе, это очень интересно, но я покажу руками. Вот стоит стена. Для того, чтобы, ну стену брали чем? Тараном пробивали с той стороны. Ее надо было укрепить, чтобы она была более мощной. они велели всем убираться из этой пограничной зоны и насыпали вот такой вот наклонный земляной вал. Под этим валом остались куски синагоги Дора Европоса и куски этого христианского дома собрания. В 20-е годы археологи пришли к мысли раскопать синагогов Дора Европоса вот эта сохранившаяся стена там их было конечно были все четыре что было на остальных неизвестно но вот та стена которая оказалась в самом высоком месте они не стали ее ломать они просто ее засыпали она оказалась вся заполнена фресками фигуративно там жертвоприношение Абраама там изображен Моисей да там даже кусочек Бога вот как изображен Бог рука из вот нет это точно а в христианском были другие изображения там тоже были изображения вот в основном символические потому что там в начале христианской эры так сказать довольно быстро появилась символика это изображение креста это изображение рыбы Это изображение человека, которого заглатывает некое чудовище, змия, потом изрыгает. Это бедхозаветная история Ионы, который попал во чрево Китова, а потом, благодаря обмечательству Господа, был им извергнут. И в этом видели намек на смерть и воскресение Христа. Отсюда история Ионы, или, скажем, история трех отроков пищи огненной. Когда сирийский царь бросает трех иудеев, они отказались поклоняться его изображениям, но велит бросить их в огненную печь, они не сгорают, потому что Бог их защищает. Или там, ну в общем, что можно было из Библии выбрать, вот, из аналогичных сюжетов, это все там изображали иногда, условно, но это изображали. Короче говоря, в третьем веке нашей эры христиане изображали и евреи изображали. Кроме того, что есть все другие мозаики, относящиеся примерно к этому времени, несколько раньше, несколько позже, если вам интересно, я просто могу принести и показать, как это выглядело. Это явно античные мотивы и античные формы, использованные в синагогах, в домах молитвенных собраний. Но давайте вернемся к сюжету. Так вот, в конце концов церковь пошла на компромисс. Мы можем проследить эту историю пунктиром. Когда император Константин Великий признает христианскую религию, это начало четвертого века. Так называемый Миланский едикт Константина относится к 312 году. Так вот, в 312 году римский император Константин, язычник, сын христианки Елены, впоследствии святой, естественно, как и он сам, он сам не принимает христианство, буквально, крещение не принимает, но объявляет христианство официальной, раздозволенной религией Римской империи. Христианство окончательно выходит из подполья, становится легальной, быстро распространяющейся религией, вот, создает, естественно, создает типы молильных домов, это все было нелегально, это все были собрания, это все часто бывало тайно, а здесь надо создать тип церковного здания, где молиться будем, где собираться будем. Как будем украшать. И вот тут критический момент, причем побеждает иконопочитание, довольно быстро. Хотя время Константина, это время еще очень серьезных колебаний между да и нет. И когда, скажем, сестра Константина просит одного из виднейших иерархов церкви, писателя и мыслителя прислать ей икону из Сирии, он живет в Кесарине, то он ей пишет гневное письмо, что этого ни в коем случае нельзя делать, что иконы это идолопоклонство, что ему одна женщина принесла какую-то икону, изображение, то есть икону его спрятал и разбил, потому что это совершенно... Вот, тем не менее, наступление идет, и иконопочитание развертывается и приобретает свою теорию. Правда, эта теория не сразу формулируется, она формулируется постепенно, и тем не менее, иконопорцы не утихают. И дальше развертывается следующая интрига, я расскажу ее так, как в свое время смешивалось предание, миф и сама реальность. К началу VII века надо заметить, что арабы в это время продвинулись достаточно далеко, и арабский халифат находится недалеко от границ Византии. Так вот, существует легенда о том, что при арабском дворе, при калифовском дворе, появляется некий еврей-маг и целитель, который исцеляет халифа и заодно уговаривает его заставить христиан уничтожить иконы христианских церков. И халиф по наущению этого гада, это, естественно, христианский вариант, я расскажу, халиф значит, велит христианам уничтожить. Между тем, этого же иудея потом видели в Константинопре. И отсюда, очевидно, он склонил самого императора к тому, что иконы в церквах это идолопоклонство и их надо уничтожить. Это чисто легендарная часть. Менее легендарная часть заключается в том, что споры относительно поклонения и непоклонения продолжаются. что императора, которым идет речь, Лев Исавр, так называемый, из Исаврийской династии, эта династия происходила как раз из Сирии, из Азии, где иконоборческие идеи были гораздо более сильны, чем в Греции самой. что Лев Исавр начал сверху вот эту самую иконоборческую революцию и велел убрать Икон. Иконоборческая драма продолжалась в Византии полтора столетия. Весь Седьмой век практически пошел под знаком преобладания иконоборцев. Все это шло сверху. Монастыри очищались, иконы сжигали, рубили и уничтожали. Защитников икон ссылали, кое-кому там выкалывали глаза или еще что-нибудь. Вот один мой коллега написал, специалист, кстати, по Византии и по византийской эстетике, написал однажды, что Византии повезло, потому что главный спор, занявший полтора столетия духовный, касался искусства и был в сущности эстетическим спором. Вот у меня на этот счет есть сомнения, но главное, что забавляет в этом случае, это методы полемики. Когда иконопочитатели душили, давили, жгли, вообще терзали, иконы уничтожали, монастыри огромные ценности с точки зрения истории искусства огромные ценности были уничтожены. Мозаики выламывали, все это так. Но перипетии этого дела я не могу сегодня излагать. Чего не сделаешь во время эстетизма. Во время во время искусства вы хотите сказать. Но поскольку победили иконопочитатели, то иконоборцы оказались эритиками. Если вы победили иконоборцы, то противоположное решение. Естественно, что обе стороны занялись теорией, теоретическим обоснованиям. Значит, сын Льва Исаура Константин был гораздо более интеллектуально и теоретически подкован, чем его папа и наследник. И он написал целый ряд сочинений в защиту иконоборчества против икон. Кроме того, ему удалось созвать собор, иконоборческий собор, который принял постановление о том, что нельзя поклоняться иконам, их нельзя изготовлять, все. К сожалению, мы знаем о материалах этого иконоборческого собора только из сочинения их врагу, потому что эти документы были уничтожены. Но если противники цитируют, то по этим цитатам, по этим обрывкам, по этим кускам можно узнать, что говорили иконопочитатели, иконоборцы. поскольку в конце VII века императрица Ирина первая успела восстановить иконопочитание и созвать знаменитые истории церкви, не только восточные, но и западные, вообще, это историческое веке, созвать Второй Никейский собор в городе Никеи, в Малой Азии, недалеко от Константинополя Первый Никейский собор тоже очень важен в истории церкви, но Второй Никейский собор специально принял постановление о почитании икон. Правда, после этого пришли императоры, которые это отменили, но постепенно иконоборчество выдохлось, и иконопочитатели окончательно во второй половине VIII века, к концу VIII века иконопочитание восстанавливалось. Поэтому мы очень хорошо знаем аргументацию тех, кто зайку. И надо сказать, что это изощренные богословы, что это необычайно тренированные интеллектуалы, диалектики, которые отточили свой ум и свое перо, которые умели спорить, и они создали теорию, на которую позднее всегда опиралось христианство, особенно православие, ну и отчасти и западное христианство в меньшей мере, они создали теорию, которая оправдывает иконопочитание, обосновывает иконопочитание. Более того, в православии делает принцип поклонения иконам одним из краеугольных камней вообще всей православной доктрины. Запад нет, а восток, Византия, Балканы, Россия, весь православный ареал, основан на иконопочитании высшем стиле. Это очень важный момент. Что же они говорили? Я не знаю, вам интересно это или вернуться куда-то? Очень интересно. Значит, есть несколько выдающихся фигур, выдающихся теоретиков иконопочитания. Первый из них это Иоанн Дамаскин, Иоанн из Дамаска, что само по себе характерно. Дамаск находится под властью араб. Но там в монастыре сидит Иоанн, его никто не трогает, он живет счастливой монашеской жизнью, спокойной, и он пишет свои знаменитые опровержения иконоборцев. Не только Иоанн Дамаскин, вообще очень крупная фигура в православии, но в частности он защитник почитания икон. Ну вот в двух словах я не буду трогать других, но вот о чем говорит Иоанн. Иоанн признает, что Бога увидеть нельзя. Почва для этого была подготовлена уже предыдущим богословием, особенно восточным, и в частности автором, которого я в ходе наших встреч уже называл это полурегендарная фигура без имени псевдодионисий Ариапагит. Напомню, почему он псевдодионисий Ариапагит. Дело в том, что сочинения, которые приписываются этому автору, первоначально считалось, что эти сочинения написал человек, который упоминается еще в посланиях апостола Павла. то есть вторая половина первого века. Апостол Павел следующее поколение после Христа. И апостол Павел в одном из своих посланий упоминает его друга, единомышленника, христианина и члена Ариапага, то есть Афинского суда по имени Дионисия. Вот многие столетия эти сочинения приписывались этому самому Дионисию, другу апостола Павла непосредственно. Однако позднее было доказано и совершенно очевидно, что человек первого века нашей эры не мог это написать. Не только по языку, но и потому, что эти сочинения не упоминаются ни в одном христианском тексте до пятого века. Это человек пятого века нашей эры, естественно. Вот с этого момента ариапагитики так называемые цитируются, на них опираются, они входят в богословие. Поэтому сегодня все незинодушны в том, что сочинения написаны в пятом веке. Дионисий ариапагит чрезвычайно интересная философская фигура. Он во многом опирается на античную традицию так называемого неоплатонизма. Но то, что нас сейчас касается, это разработанная Дионисием идея апофатического, то есть негативного определения Бога. Про Бога ничего позитивного сказать нельзя. Невозможно сказать, что он такой или эдакый, что он имеет такой-то вид. Можно сказать, что он невидим, что он неограничен безграничен, что он вечен, это тоже негативное определение, неограничен во время, что он непостижим, просто человеческий ум настолько несоизмерим с божественной мудростью, что он для нас непостижим. И так далее, и так далее. Это все строится на не. Это чрезвычайно тонкая и интересная диалектика, как определять через отсутствие определения. Но именно это чрезвычайно интересный путь, который предлагал псевдодианист. Но если он невидим, если он не ограничен, если он не имеет формы, если он никак не дам вообще человеческим чувствам, не может быть дам, если он непостижим в своей бесконечности нашим человеческим умом, то можно ли его изображать? Что же мы изображаем? Значит нельзя. Да, говорит Иоанн, но Бог, будучи невидимым, бесконечным и так далее, воплотился в Христе. Он был тут на земле Христом, человеком, имеющим форму и данным нашим чувствам. Ибо сомневаться в божественной природе Христа естественно никто не может. Христос это образ Его Небесного Отца. Христос говорит, тот, кто признает Меня, тот признает Отца. Тот, кто видит Меня, тот видит Отца Моего Небесного и так далее. Можно набрать из Нового Завета достаточное количество цитат. Так вот, поскольку это то, что мы называем христологическим аргументом, поскольку Господь воплотился, поскольку Слово, то есть абсолютная духовность стала плотью, то есть вот этим человеком, которого щупали, видели, слышали и так далее, а в том, что земная природа Христа была вполне земною, на этот счет были специальные постановления собора, потому что были ереси, то есть то, что стало ереси, которые утверждали, что это была только видимость, что Христос был полностью божественен, и только нашим глазам он был призрак вообще, эта ересь была осуждена. Природа Христа вполне земная, вполне чувственная и так далее. Раз Господь воплотился, то, следовательно, его можно изображать, и нужно изображать, потому что мы его видели, потому что он имел чувственную форму. Этот христологический аргумент был центральным в споре, и из него вытекало еще множество других следствий, которые привели к тому, что в результате иконоборчества, вот, приняв вызов иконоборчества церковь выработала окончательную теорию веков. Далее, да, пожалуйста. А, Борис Псюч, а почему тогда запад не убрали после Христа? Об этом, между прочим, Иоанн Дамаскин об этом пишет очень точно и остроумно. Он пишет, что Господь, исходя из способности человеческого понимания, которое изменяется и растет, когда это понимание было детским, он дал запрет. Когда евреи бродили по пустыне, они еще были не готовы принять определенные стороны мудрости Бога. Каждому детям даем кашу, взрослым даем более сложную пищу. И вот так было, когда они были еще детьми усынаем, вот тогда с ними надо было разговаривать вот так. Они не знали Христа. Очень просто. Это было до Христа, они же его не знали. Его просто еще не было, он был только в божественном промысле и больше нигде. Поэтому им свое лекарство, а сейчас свое. Что вы на это скажете? Трудно возразить, да? Это менее понятно, почему кошерные закона были увы. Такого аргумента не стоит тратить таких тонких аргументов на то, что можно есть и чего есть. Но это менее понятно. нет, но это отдельный сюжет вообще, как христианство отделяло себя от еврейства по некоторым позициям, это был очень сложный и долгий процесс. Скажем, праздновать субботу, не праздновать субботу, обрезать, не обрезать, извините за выражение, Христос был обрезан, как известно, об этом сказано четко. Вот соблюдать кошер и значит, трейфеля, нет. это уже отдельные сюжеты, это тоже процесс, который шел, пока христианство кристаллизовалось. Какие-то секты оставались верными иудейской традиции, добавляли христианство, какие-то отделяли себя. Это отдельная история, но мы говорим об изображении. Так вот, изображения сохранились. Более того, повторяю, для причем теория создавалась таким образом, чтобы нельзя было ухватиться за идолопоклонство. То есть, Иоанн и другие защитники икон, они взяли в качестве такой вот аксиомы, с которой вытекают другие следствия, они взяли слова раннего богослова, тоже восточного отца церкви, Василия Великого, тоже кисарийского. Кисария вообще была очень крупным центром христианской мысли. Вот, Василий кисарийский еще до всех этих споров как-то написал, что поклонение, воздаваемое образу, переходит на первообразу. то есть мы поклоняемся не доске, не маслу или темпере, мы поклоняемся не картинке, мы через нее посылаем весь первообразу, который изображен. Через подобие это передается на первообраз. Вот, эта фраза Василия Великого будет цитирована бесконечное множество раз, но избежала ли Восточная Церковь Божественного присутствия в иконе, вот это совершенно отдельный вопрос, о котором надо говорить просто отдельно. Еще это отдельная лекция. Вот, что касается западной ветви, то тут происходит очень интересная вещь. Когда идет иконоборчество в Византии, и иконопочитатели побеждаются эти соборы и так далее, церковь еще едина. Нету западной и восточной церкви. Есть единая христианская церковь, которая, правда, имеет два как бы полюса. Один полюс это римский папа, первосвященник этой церкви. Но так как светская и церковная власти не очень-то разделены, не всегда как-то связаны и соотнесены, то есть второй полюс, второй центр притяжения. Это Константинополь и это император Константинопольский, который есть наследник римских императоров и который является главою христианского мира. Император один. Границы империи могут сужаться или расширяться, но император один. Этот император сидит в Константинополе. Поэтому то, что происходит в восточной части касается собственно всех. И когда но папа слабее императора, то, что происходит в Византии важнее того, что происходит в захудалом, захолустном Риме. Бедном вообще и маломощном. Но вот когда материалы Никейского, второго Никейского собора, утвердившего иконопочитание, когда они достигают Рима, то папа в то время правящий, папа действующий, папа их принимает очень хорошо. Он собственно согласен. Но в это время возникает еще один полюс необычайно важный мощный христианского мира. В Европе. Дело в том, что разрозненная и в общем барварская Европа к этому времени начинает собираться усилиями франкских королей. Начинается с Карла Мартелла, создавшего эту самую династию королингов. А Карлу Мартеллу наследует в конце концов Карл Великий, человек необычайных дарований, который под своей властью объединяет в сущности всю западную, да не только западную, но и значительную часть Восточной Европы, Северной Италии. Он создает гигантское королевство и Папа признавая сложившуюся ситуацию ровно в 800 году нашей эры венчает его император в Рим в Сочельнике. Накануне наступления 800 года произошло это знаменитое событие. Карл Великий становится императором и таким образом возникает еще один чрезвычайно мощный центр власти. Тут начинается сложное балансирование. И поэтому решения собора, чтобы стать действительными для всего христианского мира, должны получить одобрение еще у Карла. И ему присылают эти материалы. Карл их дает своим богословам, а там и свои умники. И эти богословы говорят, нет, неправильно. Ну там есть еще всякие исторические сплетни, которыми я могу вас развлечь. Существует такая гипотеза, глухие исторические сведения, будто Карл вообще хотел жениться на Ирине, когда она вдовела. Той самой Ирине, которая созвала Никейский собор. Это женитьбы объединило две империи. Это было политически, брак. Но Ирина вообще гадина была, извините меня, первостатей. Омерзительная женщина, чтобы не сказать другого слова. Достаточно сказать, что она велела выдавить глаза своему родному сыну в той зале, где она его когда-то родила, законному императору византийскому. За ней числятся жуткие вещи. Но словом, Ирина его отвергла. Возможно, что это сыграло какую-то роль, но так или иначе. А богословы Карла Великого написали опровержение. Вот. Этот текст, который в свое время был утерян, а потом в начале 16 века снова найден, называется прямо Карловы книги, Либри Каролини. И эти Карловы книги были посланы папе. Вот. И та теория, которую выработали византийские мудрецы, они назвали это нет, это идолопоклонство. Это неправильно. Нельзя говорить о том, что вот этот образ есть прямой образ первообраза, и он передает вот и что там есть благодать, исходящая от святого изображенного, что она находится в самой иконе, это все совершенно неправильно. В этих Карловых книгах есть совершенно замечательные вещи, например, вот если живописец напишет женщину с младенцем, и под ней не будет подписи, то неизвестно, это Богородица с Христом или это Венера с Амуром. Напишет Венера с Амуром, будет Венера с Амуром. А напишет Богородица и Богородица это доска, и на ней изображено что-то похожее на женщину. Такой неожиданный даже для начала IX века рационалистический ход и рационалистическая критика византийской мистики. с Амуром. А вот там чудодейственные иконы и так далее. Это тогда еще... Иконы всегда были чудотвожны. Да. Иконы всегда были чудотвожны и с самого начала все начинается с того, что иконы творят чудеса. Икона, которая не творит чудес, это вообще икона второго суда. Значит, это не просто доска? А? Конечно, не просто доска. Еще как не просто доска. Но не надо путать богословие интеллектуалов крестьянских с народным представлением. Это совершенно разные вещи. Одно дело, как мыслит образованный, умный вообще диалектик богослов и совершенно другое дело, масса стихийно верующих людей, которые вообще без чуда ни во что не поверят. Им нужно чудо. И чудо приходит. Обязательно. Начиная с того, что вообще происхождение иконы, как оно выглядит уже в сложившейся христианской истории, с этой точки зрения, происхождение иконы само по себе чудесно. Потому что это не дело искусства, не дело мастера, не дело искусника, а это дело вообще чуда или чего-то еще подобного чуда. естественно, почему-то до сих пор нам не задали еще один коварный вопрос. А откуда мы знаем, что он выглядит именно так? выглядит? Впрочем, маленькая историческая справка, первое изображение Христа представляет его безбородым юноши. Самое ранее изображение Христа, вовсе не этот с бородкой, так называемый сирийский тип, а безбородый юноша похожий на Аполлона, больше всего, или на Орфей. Но, естественно, для того, чтобы икона обрела подлинность, надо, чтобы ее генезис, чтобы ее происхождение было божественным. А подлинность важнее всего в этом смысле. Почему иконописец не пишет икону из головы, а пишет ее так, как ему верят? Потому что она восходит к первому подлиннику. Где же эти подлинники и откуда они взялись? Есть несколько источников, из которых вырастает все древо иконописания. Конечно, источников мифологизма. Один из них это отпечаток лица самого Христа. На полотне, да? Который был закрыт? Не, 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 это другое. Не сразу, потерпите еще. Вы говорите о Миланской площанице, обождите до Миланской площаницы, мы доберемся. Нет, начало совершенно другое. Уже Евсевий Кисарийский, которого я упоминал, тот, который при Константине еще писал, что нельзя поклоняться иконе. Он же историк, первый историк вообще христианской церкви, Евсевия. Вообще очень крупная фигура. Вот, когда императрица Ирина поехала в Святую Землю, чтобы найти остатки креста, Евсевий ее сопровождал и описал это путешествие и так далее. Так вот, Евсевий Кисарийский в своей истории христианской церкви, еще короткой и так далее, но тем не менее чрезвычайно важной, рассказывает такую историю, что царь небольшого царства Эдессы в Малой Азии переписывался с Христом и сам Евсевий в архиве Эдессы видел эти письма. Он пишет как историк, работающий с документами. Вот, о чем же была переписка? Переписка была вот о чем царь Абгар в русском написании, в славянском написании Афгарь или Афгари. Вот, ну вообще это Абгар. Вот, царь Абгар не христианин, естественно, язычник, тяжело болел. И он прослышал, что в Палестине есть такой чудотворец, Христос, который творит чудеса и исцеляет. А еще чему-то учит. Абгар ему пишет письмо, приезжай сюда. Во-первых, я, может, ты мне поможешь, а во-вторых, ты можешь, сможешь здесь спокойно жить и проповедовать. ты будешь совершенно гарантированно и защищен. На что Христос ему якобы ответил, что нет, что он переехать в Идесу никак не может, потому что его призвание, его посланничество, там он должен выполнить свою миссию до конца. Но он пришлет ему своего ученика, и ученик сделал ничего. И ученик якобы приехал, прибыл, то есть приехал это нынешняя терминология, извините, прибыл в Идесу и исцелил Абгара, и Абгар перешел в христианство. Вот такая ниточка идет у Евсевии. Но эта легенда начинает очень быстро обрастать некими подробностями. И нас занимает следующая подробность. Оказывается, что этот ученик привез Абгару еще изображение Христа. Что Абгар об этом просил, и что евангелист Лука, который считается первым христианским художником, что Лука начал писать портрет Христа для Эдесского царя. Но что же, Христос сказал ему прекрати, взял полотенце, приложил к лицу, на этом полотенце отпечатал символ облик, и вот этот отпечаток он поставил обгару. Этот отпечаток естественно совершал чудеса, и в конечном счете он попадает в Константинополь. Он попадает в Константинополь, где ему воздаются императорские почести сначала, его принимает, его возит, его помещает сначала во дворце, а затем уже в одной из главных церквей тогдашнего Константинополя. Вообще было немного, но роскошные были, очень богато украшены. Вот, и там этот уброс находился. Таким образом мы получаем один подлинный уже образ Христа. Второй подлинный образ Христа появляется тоже в азиатском городе Камулиане, где некая женщина, вот она, молится о том, что она должна увидеть Христа, она не может до конца уверовать, пока она его не увидит. И тогда происходит чудо, и в водоеме, который у нее в саду, она вдруг видит плавающую ткань с изображением Христа, она вынимает ткань тут же просыхает, и это Камулианский образ, тоже в конце концов сотворив множество чудес, выпадает Константинов. Третий точный портрет Христа известен уже по евангельскому рассказу просто, потому что, если вы помните, когда Христос восходит на Голгофу, и там несколько остановок, их до сих пор показывают в Иерусалиме, то на одной из этих остановок, прямо даже она там известна, из толпы выходит верующая женщина, милосердная Вероника, достает свой платок и отирает пот и кровь с лица Христа. Вот, и этот плат Вероники, где отпечатается только лицо без шеи, этот плат Вероники сохранился, и он сохранил подлинный образ Христа. Наконец, четвертый источник, это уже тот же Лука, но только якобы написавший портрет Мадонны, Богородицы с младенцем с натурой. Он их видел, и он написал. Правда, тут есть некое несоответствие, потому что, собственно, Лука общался с взрослым Христом. Как он успел написать Христа младенцем на руках о Богородице, тут некая неясность есть, но это чудесным образом произошло. Так или иначе, но вот этот портрет Богородицы, написанный Святым Лукой, то есть подлинный свидетельств, он, в конце концов, попадает в Рим, ну, честно сказать, их много. Подлинных, да. Подлинных портретов, написанных Лукой, много, в разных центрах почитаемых, вот, их продавали еще в пятнадцатом веке в Италии. А портреты сахпалют, Трудно сказать. Я могу вам показать репродукции, вот, это темные, закопченные и достаточно примитивные образы, вот, в которых после тысячи лет уже мало что можно понять, но их выдают за подлинные работы Луки, а уже в порядке, так сказать, комические, жюрики на этом же тоже должны спекулировать, скажем, в пятнадцатом веке один епископ Верденский из Вердена, Франция, да, вот, он в Италии приобрел подлинную картину, значит, руки, апостола Луки привез ее, немедленно нескольким художникам был заказан копии, не говоря о том, что сама эта картина творила чудеса, все копии с нее тоже, естественно, творили чудеса, вот, а поскольку эта картина сохранилась, то сейчас специалисты, искусствоведы ее достаточно точно датируют провинциальной школой пятнадцатого века итальянской, в отличие от тех, которые в Ватикане, скажем, подлинники хранятся и так далее. Но история совершенно не важна, друзья мои, важна догматика, важна вера, вот, и если вы уж спрашиваете, творят ли они чудеса, то это самое главное, иконы, конечно, должны творить чудеса, точно так же, как реликвии, вот почему реликвии и иконы находятся вообще в одном рамке, и все документы говорят о реликвиях и иконах в одном и том же месте, не о иконах, скажем, и текст, а иконы и реликвии обязательно, это и в Византии и на Западе. Но теперь позвольте вернуться к западной варианту и закончить, как бы, достроить эту арку. Дело в том, что вот это негативное отношение к мистической стороне иконы, оно оказалось действенным на Западе не только у богословов Карла Великого, но и в других местах. И, в общем, к Папе Григорию Великому восходит идея, которая стала центральной для западного богословия изображения. Это своя ветвь, так сказать, потому что на Западе тоже иконоборческие события, иконоборческие эксцессы происходили в ранней церкви. И, в частности, марсельский епископ, который был бы давным-давно забыт, если бы не это событие, марсельский епископ, который велел выкинуть из церквей Марсель иконы, ну, изображение, в общем, получил довольно суровое письмо от Папы современника, естественно, Папы Григория, который написал совсем не то, что в Никейских постановлениях. Он писал о том, что нельзя отказываться от икон постольку, поскольку они получают, поскольку они напоминают о событиях священной истории и в этом смысле выступают как Библия бедных или Библия для неграмов, Библия по Уперу. Они должны быть сохранены как поучение, напоминание, воспоминание и истории. Вот эта концепция для Запада оказалась доминирующей. Это, конечно, не значит, что народное и не только народное благочестие не приписывало иконам и реликвиям чудеса, исцеления, вплоть до того, что надо вызвать дождь от засуха, значит, и вот икону из церкви делают и бродят с ней, просят соответствующего святого, чтобы он дал дождь, и он, конечно, давал. Больше части случаев когда-нибудь. Но, в принципе, различие между восточной и западной традицией было в том, что восточная приписывала иконе и приписывает до сих пор магические свойства и способность быть посредником между человеком и святым первообразом. Более того, там постоянно утверждается, что благодать нисходит от святого и заключена в самой иконе. В момент литургии, в момент богослужения происходит мистическое присутствие как бы святого в изображении. А уж насчет чудес, насчет чудес все обстоит благополучно, потому что я, скажем, недавно прочитал работу одного петербургского исследователя, который по поручению епископа петербургского исследовал, как обстоит дело с чудесами, с иконными чудесами в России сейчас. Там очень интересные вещи происходят, потому что он, этот автор сообщает, что по, скажем, церковным источникам до 1917 было зафиксировано, ну, я не помню точно число, но это чуть больше десятка зафиксированных и признанных церковью чудес, совершенных икон. А с 1991 года по год написания этой статьи, то есть примерно за 10 лет, в России установлено более 2000 иконы непрерывно главным образом либо слезоточат, либо мироточат, либо совершают более значительные чудеса. Так что в этом деле, как видите, в 21 веке есть определенный прогресс. А в время советской власти чудеса прекратились на время, да? Статистики нету. Может, иконы и плакали, но нет статистики. А сейчас этот автор специально исследовал, он насчитал вот стол. Но это относится, конечно, к народному народной религиозности вот такого типа. Ну, я ответил на ваш вопрос немножко. Так вот, чтобы заключить, сегодня уже картин не будет, я понимаю, но чтобы заключить наш разговор и вернуть его в ту историческую точку, с которой мы сегодня начали, я скажу, что Триденский собор, вот тот, который происходит в середине шестнадцатого столетия, и который подтверждает, что можно в церквах вешать изображение, и что это поучение, напоминание и так далее, он ссылается на Василия Великого и на решение Второго Никейского собора тоже. Что там было правильно сказано, и что Василий Великий, когда он говорил, что это передается. Это почитание, а не поклонение. Там есть чрезвычайно тонкие, еще на которых я не останавливался, нюансы греческого просто называния этого обряда, который приблизительно переводится на русский как почитание икру, поклонение икру. Проскинезис, поклонение, это неправильно, это язычество. А почитание, это не язычество, это совершенно законное и естественное проявление религиозности и более этого необходимо. Так что вот, возвращаясь в Италию и в 16 век, после того, как протестанты подвергли уничтожающей критике практику украшения и поклонения изображения, и католическая церковь стала этому сопротивляться, после этого, естественно, возвращаясь к нашему сюжету, вызов инквизиции был большой неприятностью. И когда Веронезе приглашают объясняться, то надо думать, что это было очень серьезно. Единственное только, что можно сказать, что Венеция и в этом отношении была достаточно либеральна. Я думаю, что если бы Веронезе вызвали инквизицию в Толедо или в Мадриде, у него были бы гораздо больше неприятности. Даже в Риме. Но в Венеции, как мы видели, дело обошлось достаточно мягко. Выяснилось, что Веронезе вообще в Евангелии не заглядывал в эту картину писал. Но совершенно он не помнил просто, что там написано. Как и в некоторых других картинах на евангельские сюжеты мы их увидим вскоре. И объяснялся вообще несколько странно, говоря о том, что художники, как и поэты, это такие особые существа, которые фантазировать должны. И что он делал все по своему разумению, все, что он мог для украшения этой картины. Что касается украшения, то мы увидим, да, с украшением там все было в порядке. Веронезе действительно все сделал для того, чтобы картина была прекрасной. Но вот что касается соблюдения истинности, а это же тот же вопрос, как было на самом деле, возможно ли предположить, что когда Христос встречался в последний раз своими учениками в этой тайной вечере, что там были немецкие солдаты, шуты, толстяки, какие-то собаки бегали. Не должно было этого быть. Но вы помните, я в прошлый раз об этом говорил, мне Веронезе велели картину переделать. И он вроде как бы согласился, это написано в протоколе, который дошел до нас. Но на самом деле ничего он не переделал, а он ее переименовал. И вместо тайной вечери она стала изображением пиршества у Симона Фарисея. Венера, Сапола и Мадонна. Да, вот именно. Вот именно так. Я эту картину вам покажу, могу показать сейчас даже. Пожарите, пожалуйста, два раза примерно говорим. и ни разу еще мы ее не видим. К сожалению, у меня довольно скверная репродукция, и очень трудно раздобыть. Вот, свет, мы сейчас, будьте любезны, покажите свет. Ну, вот так она мигна подчеркнет. Как видите, начинается потому, что это тайная вещь. Итак, Христос собирается со своими учениками тайно. Он просит их найти какое-нибудь помещение, где они бы могли отметить Пасху. Их всего тринадцать, как вы помните, двенадцать учеников и Христос. Больше никто в евангельском тексте не упоминается. И вот, что делается здесь. Оказывается, что апостолам удалось найти не просто помещение, но дворец. совершенно блистательный дворец, роскошная ренессансная архитектура, где Христос собирается со своими учениками в некой великолепной лоджии, открытой во все стороны. Какая тут тайна. А кроме того, вот нам двенадцать сидят за столом, а все остальное это вообще жизнь, народ толпится, каждый занимается своим делом, может это хозяин, кто это такой, в общем, трудно сказать. А дальше вообще развертывается картина изобильного, богатого, роскошного, аристократического венецианского праздника. Правда, в центре Христос, вот он. Вот он беседует с апостолом Иоанном, вот апостол Петр сидит с этой стороны и как бы прислушивается. Ну не все апостолы вошли в беседу, но скажем, вот этот обернулся и смотрит, что тут происходит. Он отвлекся, вот тут большая собака, я вам потом покажу фрагмент. Кроме того, эта картина замечательная еще построение пространства, которое получило название Веронезовское пространство, мы об этом во всем поговорим в следующий раз. Картина блистательная, великолепная, это Веронезов в расцвете своих творческих сил. Единственное только, что это не имеет отношения к евангельскому сушению. Париж, Мусеевич, может быть, Веронезов осталась тайна в толпе, потому что никто не заметил? Не понял. Не слышал. Может быть, скрыться в толпе это было самым умным движением, когда толпы не заподозрили, что они там встречались? Ну, сказать, что они скрылись тоже нельзя. Потому что, ну, во-первых, это за аргумент. Слушайте, ты читал Евангелие или не читал? Поэтому тебе заказали... Миронеза тоже не читал. Я обращаюсь к Миронезе в данном случае не к вам. Вопрос совершенно в другом. Монахи заказали ему для трапезы изобразить последнюю трапезу Господа нашего Иисуса Христа. И когда инквизиторы расспрашивают, что вы изобразили на этой картине, он и говорит, я изобразил последнюю встречу Господа нашего Иисуса Христа с учениками. Это его обязывают. Но самосознание художника в этот момент в Венеции настолько свободно, что он над этим не задумывается. Тут все интересно. Интересно не только то, что в обстановке наступления контрреформации художника вызывают в трибунал. Но интересно и то, как он себя чувствует и как он себя понимает. с каким самосознанием мы имеем дело. Он свободно фантазирует и творит. Сюжет для него вещь второстепенная. А он главное, то, что он говорит, я делаю все для украшения картины, как я имею в виду. Это не просто украшение картины, это красота сама по себе. Это пиршество типов, это пиршество красок, это пиршество пространства, это пиршество одежда. Это действительно пир, но это пир для глаз. И это его главным образом увлекало. Настолько, что он вообще не хотел думать ни о чем другом. в контракте до или может быть после этого уже писали, что нужно изобразить какой-то сюжет и только этот сюжет. Потому что только этот сюжет, знаете, это математики говорят, необходимые достаточно. Он изобразил так, и в речи плюс. А в контрактах этот контракт не сохранился, сохранился только протокол допроса, но вообще в контрактах совершенно четко обычно писали, чаще всего еще писали так, что вот он обязуется сделать согласно либо описанию, которое в этот контракт включалось, но так как чтобы описать картину нужно очень много слов, то чаще всего к ней прилагался эскиз, то есть схематический набросок композиции было оговорено столько-таки губ будет написано. Эта традиция идет из Средневеков. Возможно, что монахи это все-таки середина 16 века возможно, что монахи не так строго оформляли этот договор. Уже другие времена и более свободные, но во всяком случае они ожидали, что это будет нечто отвечающее реальной, то есть евангельской эскизи. Этого не произошло. И картина находится сейчас не в трапезной монастыря святых Петра и Павла, а в академии. Украшает этот замечательный музей Венецианский, который называется Академия. Вот там вы ее можете внимательно посмотреть. Причем парадокс заключается в том, что чем меньше я показываю, тем больше картин. Она огромная. вот тут написано, что она длину имеет 13 метров и высоту 5. А может там спор был со всеми теологически о деньгах, он потребовал по 5 дукатов на релла, а монахи сказали нет, только за 13 будем платить. нет, об этом разговора нету, но это гигантская картина, это великолепное произведение, представим себе Веронезе в халате, запачканном краской поверх богатого венецианского одеяния, он мог себе позволить, но запачкать его не мог, и он с палитрой в руках, где размешаны краски, вот он с наслаждением, виртуозно, пишет то, что ему интересно, давайте уж посмотрим какую-нибудь деталь. Почему кстати там дом Леви вы сказали в доме у фарисея Симон, да? Симон. А тут написано что-то Леви. А, да, это у Леви, вот, еще один обед, пишет что в доме Леви, дом Симона фарисея это другая, такая же гигантская вся он ее обозвал как, он ее переименовал просто. В дом Леви он переименовал? Да, в дом Леви. Это я перепутал с другой картиной. Ну вот посмотрите, он же, как он пишет эти одежды с наслаждением совершеннейшим, вот, как он соотносит цвета, к сожалению, тут у меня несколько засвечено, вот тут появляются апостолы, вот они там со столом. Вдали как призрак появляется вот эта замечательная башня, архитектура, которой, кстати, в Иерусалиме и быть не могло. Мрамор колонны, прекрасно выписанная капитей, вот эти узоры мрамора на колонне, и более мягкая вот следующая колонна. Это великолепная живопись, и он сам ею наслаждается, совершенно точно, вот он накладывает краску, и эта краска под его рукой превращается вот в этого пузатого мужчину с толстым подбородком, в его полосатую одежду, еще одна колонна, которая переливается, посмотрите, какое богатство красочное, он успевает сюда вложить. Затененная фигура апостола, которую он дает в таком вот интересном повороте, и тут еще собака впереди. Это же блистательная живопись, и это ему интересно. Ему интересно написать их как живыми, осязаемыми, движущимися, и чем больше фигур, тем больше он может показать свою виртузию. Перед нами просто другая художническая психология. Был когда-то искренне верующий монах или городской ремесленник, который хотел сделать правильно и красиво и выполнить все условия. А сейчас перед нами свободный творец, который осознает играющую силу своего творческого воображения и хочет это все остается. Конечно, у него будут и другие возможности, о которых мы поговорим дальше. Но просто мы имеем дело с такой вилкой, где монахи еще хотят одного, инквизиторы хотят своего, а художник очень далеко ушел от этого мира. Причем есть все основания думать, что Беронезен был верующий христианом. Он вовсе не был никаким еретиком. Просто он был мастером в сознании своей гениальности и своего мастерства. И именно это он стремился выразить в своих холстах. И они, эти вещи не согласуются, что делать. Так движется история. В том числе и история жизни. Ну вот, в следующий раз давайте мы уже будем смотреть все-таки картины этого мастера, если вы не возражаете, потому что это само по себе интересно. А кроме того, он завершает позднее возрождение, которое так задержалось в Венеции. И после того, как мы с ним управимся, нам предстоят чрезвычайно интересные приключения. А что в других странах и а что дальше. Ну на сегодня тогда спасибо всем. Спасибо. Очевидно. Следующий раз через неделю, господа. На следующий понедельник мы сдвинули и возвращаемся в свой ритм. Да? Да. Вот. Прошу меблишку поставить на место. Борис Ельич, а почему католиков статуи еще появились православные... Это еще хуже. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok